на ремонте вот такой телефон samsung galaxy m10 он в принципе работает но у него треснул экран на не экран стекло защитное стекло плюс уже тачскрин не всегда адекватно работает как говорит хозяин поэтому меняем дисплейный модуль для этого сначала открываем снимаем крышку поддеть нужно заднюю крышку для того чтобы снять смотрим где это будет удобнее сделать короче работает работает но как хозяин говорит не всегда адекватно выключаем и теперь все таки вскрываем заднюю поверхность причем лучше это сделать чем-то тонким если самсунги обычно у них плотные крышки поэтому или лопаткой специальной или чем-то таким плоским но ровным например если это нож то он сможет так плотно зайти в заднюю крышку и отщелкнуть защёлки не выключился все-таки по плотно стоит крышка значит берете аккуратно заводите и уже после того как он начал вскрываться тут уже можно вскрывать чем-то таким пластиковым тем что может зайти в зазор и отщелкивать отщелкивать фиксатора тут у кого как получается я иногда это ногтем делаю если получается если не такой плотный но у самсунга часто очень плотные защелки снова включился единственный момент что перед тем как открыть еще вот здесь держатель такой засовываем отщелкиваем держатель и тогда открываем крышку заднюю ну это самое все остальное в общем то пойдет своим чередом крышка снята все что нам нужно сделать это в общем то от дисплея снять шлейф но чтобы до него добраться вот эту крышку до разъема крышку значит ставим собираем сюда винтики и откручиваем все винтики так винтики откручены снимаем пластиковую крышку не уверен что эту верхнюю тоже надо снимать вот эту надо и в общем то нас интересует вот этот шлейф на всякий случай отсоединим батарею батарею шлейф батареи и шлейф и вот этот шлейф перехода питания с нижней платы на верхнюю его отсоединять не нужно все теперь нужно отсоединить таким же способом нужно начать отсоединять приклеенный модуль заводим в зазор что-то такое что может начать отжимать ну и все после того как вы отжали можно уже теперь пользоваться и пластиковым медиатором специально дисплейный модуль отделился ну собственно все теперь едем как я поступаю языка заказываю дисплейный модуль при при приходе дисплейного модуля на почту я разбираю и прямо на новой почте подключаю дисплейный модуль проверяю его работоспособность потому что бывает так что я заказываю в магазине однако бывает так что дисплейный модуль работает не корректно например нажимаю в одно место на экране а отзывается другое то есть на одну букву а рядом стоящие то есть если все корректно работает то я забираю посылку то есть я поступаю таким образом снимается он плохо так как он побитый то откалываются некоторые части смотрим где у нас заводим сюда пластик снимаем остаток дисплейного модуля вот здесь у нас шлейф все теперь едем на новую почту за модулем и прямо на почте я сюда сначала по размером подсоединяю проверяю а потом вкладываю прямо сюда подключаю если все работает то забираю снова почте собственно сейчас еду забрать ну что же я подключил уже для проверки экран просто пока приставил проверил на почте вот его старый просто подсоединил фишку теперь нужно вклеить сейчас этим займусь все работает туда-сюда бегает из нажимаются кнопки поэтому как бы проблем не возникает как я проверял на почте ну просто включаем какой-нибудь поисковик включаем буквы ну и проверяем реально ли нажимаются те места на которые я нажимаю 1 2 3 если нажимаются не эти эти они соседние бывает так что я нажимаю на а нажимается по сталкивался особенно раньше такое было на более ранних моделях сенсоров но так в принципе все нормально поэтому с почты я забрал и сейчас осталось только вклеить вклеиваю я специальным клеем сейчас вклеиваю вклеивается не на двухсторонний скотч на клей в продаже есть недорого но очень удобно b7000 b8000 у него удобное нанесение такой специальный хоботок здесь на крышечке сразу пробойник чтобы он не засыхал иголка такая штырек иголочка которая туда внутрь вставляется ну и сейчас наносим клей вставляем и и в общем то весь все закончено единственный момент что перед тем как мы наносим клей сейчас я его выключу нужно снять весь старый клей это очень важно аккуратненько плоская тверточкой или может быть каким-то другим инструментом вычищаем снимаем питание снимаем экран аккуратненько чтобы ничего не оторвать это уже и здесь то ничего не нужно сделать это новый а здесь те остатки клея которые есть нужно полностью все вычистить делается обыкновенной тоненькая тверточкой я например самую тоненькую беру и потихонечку беру какую-то увеличительное стекло для того чтобы не пропустить никаких и вот здесь во-первых мусор может оставаться который попадал до этого ну и остатки клея вычищаем и будем заклеивать ну что же теперь по всей поверхности небольшим бортиком наносим клей как сказал на нашу клей b2000 простите и затем клеем вставим чем он удобен делает герметичный шоу по нему поэтому точно не зайдет цепляюсь очками вот такими поэтому шву точно не зайдет влага по задней крышке в принципе может поэтому шву он цельный шоу клей склеивает хорошо потом отдирать непросто приблизительно так же как и заводской единственный единственная сложность именно но на этой модели в районе камеры нужно правильно себя повести не положить много силикона потому что иначе может раздавиться здесь вот получается сверху видимо динамик и здесь нельзя по верху проводить надо вот так вот как-то обводить вокруг камеры силиконом ну клеем мало нельзя положить а много катастрофически нельзя иначе может попасть в район камеры часть клея и заложить так ну и вклеиваем продеваем разъем вставляем шлейф и вдавливаем на место все можно поставить под пресс просто придавить чем-то часть силикона который выдавился по какой-то причине не трогаем когда высохнет если пока он свежий начинает размазываться поэтому ждем пока высохнет и он потом скатывается и нормально снимается собственно все весь ремонт дальше собираем в обратной последовательности вставляем крышечку и все ремонт произведен подписывайтесь на канал таким образом можно посмотреть в домашних условиях цена дисплей дисплейного модуля приблизительно 20 долларов и вот пожалуйста как как новый надо придавить все таки в некоторых местах поднимается придавить просто на стол и сейчас чем-то сверху придавлю ну а так в принципе все нормально как вы видите включается ну это я уже демонстрировал подписывайтесь на канал увидимся на канале всего доброго